Всем огромный привет! Хочу показать свои покупки, которые я совершила в ноябре месяце. Эйфелева башня, которую вы сейчас видите перед собой, ее собирал Максимка. Присылала нам Оленька Крюкова набор, где можно было собрать эту башню. И вот так вот она у нас получилась. Кто смотрел, когда мы получали посылку от Оли, то видели этот набор. Как Максимка ее собирал, он выложил на собственном канале. Если интересно, то я ссылку дам внизу. Ему будет приятно, если вы посмотрите. Потому что он ее полностью собрал сам и очень-очень остался доволен. Очень красивая башня. Если поближе на нее посмотреть, то она смотрится прямо как золотая, как настоящая. Хотя сделана она из картона, который вот как бы такой цветной бумагой, что ли, покрыт, как правильно сказать. Но смотрится очень солидно, очень так качественно. Видите, тут и изнутри она такая классная. Так что, Оленька, огромное спасибо! Башни просто супер! Видите, у нее такая макушка. Я, честно, сама лично в восторге. У Максимки на столе она смотрится замечательно. Давайте еще одну вещь покажу. В прошлой, в октябрьских покупках, я показывала книгу «Алиса в стране чудес». Сказала, что Максимка еще ищет Тимура и его команда. Но мы тогда не нашли. А на данный момент тоже нашли эту книгу. И сейчас ее активно вечерами читаем. В разных магазинах у нас разные цены. Если Алису мы из этой же серии взяли за 200 рублей, то Тимура и его команда стоила 150 рублей. Это уже более выгодно. Люблю сама Гайдара. Я на нем выросла. И хочу, чтобы Максимка тоже учился на хороших примерах деток. Ну, давайте теперь о косметике. Я упоминала уже не один раз, что у моей мамы большая проблема. У нее выпадают волосы. Ну, причем не как у нас бывает, мы говорим, волосопад. А достаточно серьезно. То есть она обращается и ко врачам, лечится у эндокринолога. Но при этом решили максимально помочь волосам. И взяли вот такой комплекс от Флоресан. Называется репейник. Давайте я покажу, что мы взяли. Первое средство. Это активное репейно-перечное масло против выпадения волос. Содержит масло репейника и жгучего перца. Давайте я сразу покажу вот так. Вдруг кого-то это заинтересует. Так, сфокусировалась, да? Я так побыстрее, а вы, если что, остановите. Ну и состав. Это масло, она использует первое в комплексе. До мытья головы. Вот так оно выглядит. И носик. Так, давайте вот так поставлю. Следующее средство, которое она использует, это шампунь. Против выпадения волос создан на основе вытяжек корня репейника и шишек хмеля. Вот так смотрится. Давайте тоже покажу так поближе. Она им моет голову. Хотя можно использовать потом маску-кондиционер. Но мы купили другую маску. Но мама сказала, что этот шампунь не путает волосы. И волосы прочесываются хорошо потом. Выглядит шампунь вот так. В нем 200, наверное, да? Куда посмотреть? 250 мл. Вот такой он зеленый. Все средства пахнут одинаково, прямо чисто репейником. Таким свежим, приятным репейником. Но если можно репейник назвать приятным, то мне самой понравился аромат. Следующее средство, это маска. Горячая маска компресс. Активатор роста волос. Содержит репейное масло, экстракты корня лопуха и шишек хмеля. Тоже флоресан, новинка. В этой маске 450 грамм. Вот ее тут прочитать-то немножко сложнее будет, но давайте все-таки. Вот так я поставлю. И после этой маски, обычной маски нужно смывать водой, то тут нужно смывать шампунем. Она действительно горячая и очень даже хорошо греет голову. Вот так выглядит маска. Пахнет все тем же репейником. Прямо чистый, свежий аромат этого репейника. Хватит ее надолго. И мама говорит, что когда даже она смывается шампунем, все равно голова остается такая теплая приятность на голове. Очень надеемся, что этот комплекс, конечно, ей подойдет. Давайте вот с этой стороны поставлю. И последнее средство, которое было в аптеке и тоже взяли, это вот такой. Ну, также фирма Репейник. Сыворотка профилактика от облысения, несмываемая. Тут внизу написано, подходит женщинам и мужчинам. Содержит экстракт репейника, перца и крапивы. Хотя написано, что она может тоже согревать, греть. Ну, как-то вот сильного подогрева мама не почувствовала. Она уже около недели пользуется, ну, может быть, дня 4 пользуется. Так, сейчас я вот так вот покажу тоже, если кому-то интересно. Мне кажется, у кого, у мужчин проблемы, например, тоже такие средства могут, ну, хоть не сильно, но, может быть, как-то помогать. И выглядит это средство вот так. Так, покажу по другим аптекам. К сожалению, в той аптеке, в которой я купила, всего было по одному средству. А хотелось бы, чтобы было побольше. Вот это можно использовать каждый день. Мы после вот всех тех процедур уже наносим на корни волос вот это средство. И мама массажирует 3-5 минут, такое приятненькое, лёгкое тепло. И оно уже потом расчесывает и высыхают волосы. Ещё одно средство, которое я взяла в аптеке, ну, это, наверное, на замену вот этого, когда закончится. Это просто репейное масло с крапивой. Тут даже цена есть 35 рублей. Давайте поближе покажу это масло. По сути, тот же самый процесс, только разогревать сначала само масло, Ну, а потом уже наносить на 30 минут. Один-два раза в неделю. Давайте вот здесь поставлю. Следующее, что я уже взяла себе. У меня был момент, видимо, я перепитала лицо всякими питательными кремами для сухой кожи. Она у меня стала после лета нормальной, а я всё по привычке для сухой использовала. У меня пошли прыщи. Ну, так, знаете, как один в одном видном месте, потом второй в другом видном месте. И мне вот посоветовала Оксаночка взять у пропеллера салициловый лосьон от прыщей. Взяла я его, но пока ещё не стала тестировать. Я взяла для чувствительной кожи. Обещает. Тут комплекс антибактериальный, против воспаления. Очищает, подсушивает, борется с прыщами. Ну, понятно, эта серия больше молодёжная. Но вот на конкретные какие-то случаи, когда вдруг я становлюсь более молодой и красивой, с прыщами на лице, тогда вот он мне в помощь будет. Аромат. Ну, приятненький такой аромат. Буду пользоваться. И ещё одно средство, как в аптеке мне сказали, то не спиртовое. Я ещё взяла одно спиртовое, чтобы так сказать, совсем ударно, когда уж конкретные проблемы. Это настойка календулы. Она уже идёт спиртовая. Это вот уже, когда надо конкретно так прижечь. Пусть будет на всякий случай. Тоже взяла. В аптеке сказали, что берут хорошо, когда вот надо подсушить прыщики, то подходит. Следующее. У меня в запасах зубные пасты. Как-то подысякли. Давайте так немножко отъеду. И я решила купить несколько зубных паст. Максимка на своём канале показывал свои прилипалые, весёлые прилипалые. Он в Дикси-магазине их получил. И однажды я увидела, что вот за пасту сплат дают двух прилипал. А мне так, как нужно было срочно закупиться пастами, то я купила сразу три штуки. Ну, вот он довольный, что у него шесть этих липучек оказалось. Первую я взяла лечебные травы. Вторую биокальций. И третью отбеливание плюс. У меня муж отбеливающие средства не любит. А я наоборот. Для меня вот как-то насчёт отбеливания это нужное. Самое важное. Я люблю больше отбеливающий, чтобы был эффект. Давайте я всё воздвигаю. Ну, вот так. Следующее, что я взяла, это, конечно же, ну как, ярких красок мне в жизни сейчас не хватает. И когда у меня грустно, мне нужно, чтобы было как-то что-то яркое в жизни. Я часто поэтому хожу, бывает, на рынок или в какой-то магазин, где много всего яркого. Ну, далеко не буду зубки заговаривать. Мыло. В общем, я сходила, купила себе мыло. И вот сижу теперь красками наслаждаюсь. Первый был кусочек. Это душистое облако с ароматом розы. Вы знаете, вот это недорогие кусочки, которые вам буду показывать. Но они так вкусно пахли. Ой, я прямо не могу. Очень вкусно. Мыло пахло, ну вот это розой. Прям чисто розой. Не мылом, а розой. Следующее, которое я взяла, это Невская косметика. Всё липовый цвет. Ой, прямо вау. Очень вкусно. И третий, который я взяла кусочек, это был вишнёвый сад. Пахнет вишенкой. Ой, прям вишнёвыми косточками. Не цветами, а вишнёвыми косточками и вишенкой. Вот такие три кусочка. Ну, естественно, на этом я не остановилась. Взяла ещё три. Уже вот такая компания Люкси. Я не знаю, как правильно. Мне в посылке приезжала яблочная мыльца. Я там его видела, но не взяла. Думаю, ну пусть у него будет ещё вот чёрный орхидея. Как я понимаю. Вот такая. Вот такая. Вот такой кусочек. Тут вроде как земляника-клубника. Вот такой красивый очень кусочек. И ещё один мой любимый. Тут грейпфрут, лимон. Да, наверное, грейпфрут и лимон. Вот тут написано. Я так думаю, я правильно прочитала. Вот так я набралась красок в этот раз. Ну и последнее. Нет, предпоследнее. Хочу показать ватные диски. Вообще я не люблю показывать вот такие вот всякие средства. Но это самое дешёвое, что у нас продаётся в пятёрочке. 39 рублей. И я хочу сказать, что эти диски неплохие. Я ими постоянно пользуюсь. Они мне нравятся. И одно средство декоративной помады я взяла. Была в Магнит Косметик. Сегодня, кстати, 15-е число, там скидка. И взяла вот, это, наверное, Мэйбелин, да? Я уж не буду выдумывать название. Тут не оторвать. Но я так понимаю, тут... А, ну вот, с этой стороны, наверное. Кто будет считать? Увидим? Или не увидим? Ну вот, сфокусировалась. В общем, если здесь что-то написано... Вот. То вот такая, в общем, помада. В оттенке я взяла 178. Я очень влюбилась там в 210-й. В тестере мне очень понравился 210-й номер. Но ее не оказалось в наличии. Говорят, да что вы все на 210-й. Был такой приятный цвет натуральных губ. Глянцевая такая, она классненькая. А вот эта, она чуть-чуть потемнее, но уже идет с перламутром. Вот такая. Давайте я вам нарисую. Но вернусь, я за 210-м постараюсь вернуться. Очень мне ее хочется. Вот эта мне тоже идет. Неплохо смотрится. На моих губах почему-то она выглядит достаточно темной. Прям такой бордовенькой. Но в зиму я такими крашу. Мне нравится. То есть в целом она мне понравилась. На руке она смотрится бледней. На самом деле помада не полосит, если вдруг какие-то тут кажутся разводы. Просто руки кремом намазаны сейчас. И поэтому по крему, конечно, помаде сложнее. Вот такой цвет. Но 210-й я за ним вернусь. Конечно, жалко, что не было. Понравилась она мне больше. Но не хотелось уходить с пустыми руками. Решила я все-таки взять. Ну, как я и сказала, 178-й номер. Вот такой. Вот такие были в этом месяце покупки. Как бы все такое необходимое и нужное. Ну, кроме, конечно, моего мыла. Мыло это антидепрессант, в общем. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Всем до новых встреч. И всем пока. Пока.